всем привет меня зовут юрий комьюнити более известен под никнем об анимо сегодня запишу свое очередное видео для портала кокористас сегодня в качестве эксперимента решил записать не лайв сессию а прокомментировать уже сыгранную мою сессию недавно на лимите 020 умереть стар получилось полтора часа успеем как успеем приступим не буду акцентировать внимание на тип очевидных вещах 79 на открытие тус валет на втором столе от ребете на большом лайн против малого получили колл такой борт сыграть можно по-разному думаю никакой сайзинг не будет здесь ошибкой конкретно этот оппонент агрессивный плюс такого я хотел бы больше играть наверное от мелкого среднего сайзинга чтобы получать больше от него агрессии что я и сделал поставил пол пота получил колл пятерка пятерка карта полубланковая закрыла не так много поэтому продолжаем улюбедить в случае получения пуша будем закрывать так как дров все еще хватает нападем то упал 87 на 4 защищали бы но был 3бет пятерки на 3бет баттона против в 9 процентов легкий фолк на третьем столе попали в сет против фиша будем слопа оставить крупно планируя выставлять его на ривере при благоприятных картах я использую под б чтобы спр на ривере был приятный для пуша но он к сожалению упал на втором столе открыли к 10 получили топ пару против фиша на довольно сходной доске сайзинг можно использовать такую доску довольно средней рукой думаю пол пота треть но я решил играть более крупно так как увидел что у оппонента очень маленький фолк на конбет и с чего можно сделать вывод что даже на крупные ставки он будет тащить довольно таки широко даже а иксы потёрну карту усиляет оппонента но у нас все еще поп пара поэтому продолжаем влюбедить он на терне задумался над своим действием говорит о том что скорее всего у него рука не самая сильная поэтому на ривере стоит рассматривать вариант с андербетом так как его тайминг очень похож на какую-то вторую третью пару и на крупную ставку может ее не отбить но тем не менее я посчитал что противопонента с доходом до шоудауна 35 у меня хватит эквити на крупную ставку сейчас я считаю эту ставку довольно пограничный и более дефолтно здесь будет сыграть со средней топ парой маленькую ставку но он убил нас по 4-3 это прекрасно после такого мы обязательно отмечаем компоненты как телефона чтобы в будущем в наглую добирать против него быстро продвигусь по своему хаду первые д цифры в пип фр потом у нас нет агрессии потом у нас идет доход до шоудауна ввсф и выигрыш в шоудауне нижние строчки подписаны но основная строчка у нас будет верхней если будет нужно я акцентирую внимание на каких-то отдельных статах так же желтыми у меня помечены регуляры голубыми полу реги полу фиши и красными у нас помечены фиши четвертый стол 3 бетов королей сайзинг позиции х3 на первом открыли тус 8 с ранней получили 3 бет и спокойно выкинули на четвертом столе получили open 4 бет от оппонента open 4 бет довольно широко на выборку 25000 раздач и в таком случае даже в глубине 130 это спокойный вали пуш с королями так как я ожидаю что мне будут закрывать и дамы и тус король поэтому тут все довольно таки просто на третьем столе мы защищаем к7 против sb на флопе планируем сдаваться к9 открыли с mp к7 против атома стоит скорее фолдить на open рейс но защиты также не будет грубой ошибкой 910 на третьем столе можно как ставить так и чекать но так как фиш очень короткий я предпочитаю сыграть здесь чек и поблифовать если что уже отложен к6 на третьем на втором столе открыли получили кол такую доску предпочитаю сыграть с бэкдорами сразу за крупно чтобы во первых максимизировать свое фолд эквити во вторых например выбить какую-то доминацию по королям плюс выбить допустим бэкдоры старше типа тус 5 красных поэтому играем сразу от крупного комбета но и в целом дровяные доски играются скорее от крупного чем от мелкого поставили получили колл терн карта нас никак не усилила поэтому будем дальше просто сдаваться сыграли чек-чек а ривером вышла шестерка тут такой вариант что мы вполне можем брифовать потому что оппонента много 9x рук 10x рук без флэша и из все эти руки мы вполне можем пытаться тут выбить но получили колу данный 10 скажу так что не каждый будет эту руку отбивать не каждый поэтому на ривере вполне имеет смысл блефовать даже с водой из шестерку потому что обычно по шестерке у нас не будет любом случае шедевая при этом есть руки старшие которые вполне могут упасть но это конечно индивидуально то есть некоторые выкинут свои тупары без слыша на таком бороде некоторые нет играешь много и делаешь более 300 долларов рейка в месяц мы предоставляем нашим игрокам топовые рейкбэк сделки во всех популярных покер-румах помимо рейкбэка от нас вы также получите доступ вип-клуб нашего сайта с обучающим контентом выдаем бесплатно вспомогательный софт майнинг конвертеры тулзы капшины и леауты а также пекарь стас поинс который можно потратить на обучение с тренерами или в нашем магазине покер софта за подробностями о рейкбэк сделках обращайтесь по указанным контактам skype или telegram или по ссылке 3w пекарь стас точка ком слэш про deals спасибо что посмотрели данное видео и хорошего вам дня не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк данному видео так на первом столе мы заизолили фиша попали в топ пару на нарывном борде сразу используем крупный сайзинг так как на борде есть и flash draw есть 3 draw максимально защищаемся максимально добираем дама не лучшая карта но тем не менее вэлли у нас все еще есть у оппонентов достаточно рук пара плюс дро топ пар просто голых каких-то flash draw и тройка на ливе это шикарная карта она убивает до супер оппонента по данный валет и считывая что спр меньше единицы я принимаю решение сыграть тут вэлли пуш так как бэкдорный закрывшийся flash нас не особо пугает так как их оппонента будет крайне мало а а вот рук старшего оппонента по такой линии будет очень мало потому что обычно доезды в стрит проявит себя уже на терме а если не проявит то как правило будет маленький процент поэтому на ривере по спарке нижней пары у нас прямой value push 10.8 открыли получили 3 бет спокойно сдались АК изолируем в позиции будем изолировать 4x на таком борде можем сыграть конбет за треть можем сыграть чек неотложенный конбет но на донгпот это у нас легкий пас король дама на большом блайнде может как 3 байтиса так и коллироваться десятки на четвертом столе 3 беттим баттам против котов а так как играем без колд коллов на свободных можем что-то подкалывать но при условии что за нами сидит фиш получили 4 бетт на 9 корук оппонента 4 бетт довольно таки скромный выбор конечно маленькая в целом коллировать десятки здесь можно учитывая что мы еще и в дипах небольших поэтому в целом будь мы в стопа беста как я бы скорее всего точно выкидывал но так как мы немного углубленные думаю колл будет нормальной функцией ну естественно на король хайборде парой духаутовый мы спокойно сдаемся особенно на такую крупную ставку на третьем вставляем какой-то изолейт фиша от фиша мы обязательно подкалываем одномастного туза и играем мультивейт попали в нижний гадшот планируем пока что сдаваться так как дро довольно-таки слабое выходит дама оппонента по-прежнему прилично может быть 10x рук поэтому я бы не спешил брифовать а вот на ривере ставить уже обязательно так как кайсы я думаю нередко себя уже проявили бы и даже вывести лёшку у одного игрока будет уже очень прибыльно для нас если мы выбиваем двух игроков в это вообще просто печатаем деньги дома 10 открыли на 4 столе получили 3бет динамичных позах одномастный бродвей вполне может защищаться при попадании в топ-пару 3бет банки обычно это два кола и фолд ривера если нету каких-то рецепт на оппонента терн продолжаем колить получили чекбэк ну и здесь снова чекаем так как у нас достаточно что давай здесь и вот когда получив ставку надо сразу понимать что оппонента здесь по такой линии будут тузы с карты в масте короли с карты в масте также у него могут быть валеты дамы валет в целом если посчитать в вале рук будет не так уж и много ну еще возможно иногда туз дамы с тузов в масте но не факт иногда может и бетнуть также король дамы если она есть вообще средфлопа в то же время у оппонента будет прилично рук который он поставит флоп всем рунжом терн очень много чекнет на ривере он увидит 4 флэш и может спокойно решить тут блефануть особенно учитывая его довольно таки мелкий сайзинг который не туда не сюда то есть это и не крупный сайзинг какой-то более такой полярный и не мелкий сайзинг менее полярный но в то же время это такой бордо подходящий то есть поэтому здесь мы вполне я считаю можно вскрывать только у оппонента value довольно таки ограничено по такой линии при этом он вообще не ограничен в плане блефов так как у него очень много пустых рук поэтому здесь кол мне нравится но в данный момент не повезло 87 изолируем фиша обязательно позиции мы хотим играть с фишами как можно больше рук тут два просто чека можно было бы порейдить если у оппонента был большой лимфолд либо большой фолд на фосклопе но такой информации мы не обладаем поэтому не раздуваем банк зря с 87 полностью промахнули доска ужасная если блефовать то отложенными ставками тус 9 стандартная защита на втором столе можно начинать блефовать есть что выбить ну и в току ривер обязательно блефовываем так как пара двоек это слишком слабое шедовое здесь на четвертом столе у нас вариант либо сдаться либо дать ему крупный рейс на третьем столе стус 9 на флопе я думаю стандартная защита с сильным тузом так как в току доску я ожидаю конбет довольно таки частый и нам банально хватает шанса банка на кол на втором столе ставим крупно думаю не стоит рассматривать этот овербет так как мы выбиваем здесь в основном какие то вторые и третьи пары оппонента а если он коллирует эту пару и на такую ставку то он может и на вербет ее отбить но у него оказался флеш 87 сдались королей будем играть то есть против хоть у него страйка не полный но против столового игрока даем плюс-минус дефолтный свой сайзинг так как ему дспр обычно не будет никакого дела на четвертом столе с пятерками получили плоский 3б потом плоский 5б тут не стоит соблазняться и заползать в банк надеясь что тебе будут увидеть флоп так как нередко можно получить продолжение экшена от игрока слева и тут правильным решением будет просто пас на третьем столе открыли дамы получили король хай текстуру на флопе можем как мелко проставить так и чекнуть обе функции имеют место быть натёртный ставим уже обязательно на бет коллируем хотя если посмотреть на оппонента оппонент довольно таки аккуратный в том плане что у него всф всего 42 агрессия 2.1 он ставит тут в мультивей в то же время доска очень гравяная ему не сложно придумать блефы но тут нужно учитывать еще тот факт что он кодировал не на большом лайнде на избе и все будет сильно упираться в то какой диапазон колл колла на избе у него здесь будет будет ли там одномастные руки или там будут в основном только покеты вот это известный мне диапазон его колл колла на избе у него в данном случае и на скриншоте видно что у него в колл колле преобладают покет пары да и вообще сам по себе диапазон колл колла всего 3% поэтому в принципе можем предположить что он очень сильно в целом смещён именно в слабые покеты и в таком случае мы вполне можем холдить на его ставку на четвертом столе у нас овер пара на низком борде овер пара очень уязвима поэтому мы хотим ей много защиты и сразу же собирать его попадание в эту доску поэтому не стесняемся сразу используем крупные сайдинги я поставил подбет можно ставить даже еще крупнее 10.8 против баттона на втором столе мы защищаем дома 9 на третьем столе против баттона мы 3бетим то пара на втором столе это обычно будет колл двух улиц и фолд ривера особенно против такого оппонента который думаю почти никогда не будет блюфовать 3 получили чекбэк на терни на втором столе у нас достаточно шдв чтобы чекнуть тут так как я не ожидал бы от него здесь особого блефа у нас будет довольно таки простое решение на его бет вот то есть он настолько пассивен что он даже на терни прочекал свое ОСД хотя есть приличный рук старший который он спокойно вбивает от второй став у нас будет с с с с с с с Опен ВВБ от слабого игрока на катофе мы такое защищаем На чек обязательно стоит ставить в таком случае оппонента чек довольно таки слабый плюс у нас 8 аутовое дро Дома 10 на четвертом столе обязательно стоит изолировать против одного Но когда слева еще один фиш мы вполне можем эту руку сыграть просто комплитом Так как у нас будет пониженная фолдовая катерина при флопе и на постфлопе с такой пограничной рукой банк раздувать не стоит На флопе слабую ту пару просто чекаем Здесь ситуация сильно зависящая от оппонента В пассивного вполне можно сыграть ривером пуш так как такой вполне может иметь в диапазоне чекотерна туппары Если же оппонент более агрессивен то в такого стоит либо чек пушить Либо играть за какие-то андербеты Так как обычно у него будет не хватать рук для принятия нашего пуша Наше действие здесь целиком полностью упирается в тип оппонента Я выбрал сайзинг три четверти Сейчас мне этот сайзинг не нравится вообще Так как если я считаю что у оппонента достаточно рук чтобы отбить крупную ставку то стоит просто играть пуш Так как он будет в целом не эластичен к сайзингу три четверти или пуш Если у него топ пара В то же время если у него слабая рука то он может упасть на три четверти Поэтому то как я сыграл в данный момент мне не нравится На втором старе с король 9 получили какой-то микро 3бет Защитились на флопе На втором старе планируем играть чек-фолд На первом столе за 4-9-8 против МП На ставку будем естественно сдаваться На третьем столе получили 3бет с баттена Против баттена эта рука может вполне защищаться Особенно против довольно таки лузового оппонента На такой низкой текстуре я думаю обычно это холодная улица По чек-чеку я думаю стоит дочекивать до шоудауна так как мы бьем все его пустые руки за исключение туз короля И в целом я бы сказал что в данном случае нам хватает шоудауна Также наша рука может быть неплохим блок кетчером если он решит как-то отложено поблефовать Он ставит отложен на очень крупную ставку То есть я думаю это с вероятностью процентов 90-95 блеф Поэтому для нас на терне это очень легкий кол И даже я думаю это будет кол ривера по планковой карте Так как по линии чекбэк бет на низком борде у игроков крайне мало вали рук в принципе Король не самая лучшая карта В том плане что у него могут быть руки такие как король рулет Король 10 Король дама Туз короля там не будет Так как обычно туз король будет просто дочекировать его до ривера Поэтому по королю решение было бы не самое очевидное Довольно-таки сложное То есть он ставит короля сайзинг полпота Это такая очень неприятная ситуация Так как все-таки короли у него по такой линии как раз таки будут Как раз таки именно в такой сайзинге думаю они обычно и пойдут Так как он хочет добрать каких-то моих вторых пар При этом не хочет много платить флешам Поэтому здесь я думаю можно даже рассмотреть вариант с рейзом Ну более дефолтный естественно будет просто сыграть пас Если бы я играл сейчас то я бы думаю играл просто рейс до 60 бб И ожидал огромное количество фолдов Так как я здесь не капнут на флешдро Практически вообще В то же время он на них очень сильно капнут То есть самая сильная рука у него здесь это какая-нибудь король дама И в таком случае Неплохо было бы его за это наказать Но опять же стоит смотреть на его статы и агрессии И на его шоудаун статы Так как некоторые ребята Способны здесь эту пару отбить на мой рейс На четвертом столе мы заизолировали фиша Поставили на флопе под бет И нет, давайте просмотрим А нет, мы чекаем на король 10 Нет, ну сейчас мне мячек не нравится вообще Х10 довольно таки сильная рука Здесь даже против двух Поэтому думаю стоит ее обязательно изолировать при флоп Чек мне не совсем нравится Ну, не критично На флопе обязательно ставим Такую дровяную доску с довольно таки сильной рукой Стоит ставить крупно Поставили под бет Терн Ну, так верно только 6-7 какие-то Зато поехали в бекдор И поэтому продолжаем ставить тут крупно Ривером туз Оппонента На таком борде будет прилично Рук Которые промазали Это различные флеш-дро Стрит-дро При этом не так много рук Которые платят третью Только какие-нибудь 10х Разве что Поэтому здесь в принципе можно рассмотреть Как вариант Чек-кол Из-за Большого количества блефа у него И Также можно конечно же просто По дефолту сыграть блокбет Надеюсь собрать его 10х в первую очередь Возможно каких-то 8х или 5х Я сыграл чек Получил чекбэк от 8,7 Так Сделаем паузу Хочу сообщить, что Играя в покер-румах От сайта Пекарь Стас И наигрывая более 100 долларов рейка в месяц Вы можете получать Дополнительный рейкбэк На просделках Всю информацию О просделках Можете найти на сайте В соответствующем разделе Продолжим Третий стол Открыли ТУС-4 Вышла такая доска Обычно у нас здесь Улица 2 вэлью Максим Поэтому стоит добирать их с лопа Получили донг Ну на донг Я бы просто Коллировал Так как раздувать банк с нашей рукой Мы не очень хотим Добавок если оппонент агрессивный То Мы не хотим вбивать Какие-то его мусорные блефы Поэтому изначальный план Колдые улицы По его чеку Мы можем Ставить Если считаем Что он блефанет Ривер Недостаточно часто В то же время Можем чекать Если считаем Что наоборот Он блефанет Ривер Довольно таки часто Я выбрал чек С планом Коллировать Любой Не флэшовый Ривер Ну на ливере Мы уже обязаны С нами добирать Так как вышла Высокая карта И его руки Типа 10х 8х Подпортились Думаю Стоит использовать По такой линии Мелкий сайдинг Чтобы добираться Всех этих слабых пар В том числе С тройками На первом столе Открылись Получили 2 Колд кола Флоп Все прочекали Терн Оппоненты Снова прочекали У нас Андер пара На дробином борде Тут Терн Думаю Стоит Обязательно Уже ставить Банально Выбить Все какие-то Оверкарты У оппонентов Которые сдаются Плюс Мы можем Так же Получить колы От рук хуже В виде Флэш-дро Стрей-дро Поэтому Стоит Обязательно Бетить Сайзинг Нам тут Крупно Не нужен Мы За свой сайзинг Просто хотим Купить себе Шолдаун Выше Что-то За Вполне Можно рассмотреть Вариант С крупной Ставкой Дабы Выбить У оппонента Его Какие-то Слабые Пары Но Видимо Я посчитал Что оппонент С доходом До вскрытия 35 Упадет Здесь Не очень Часто Поэтому Я согнал Просто Чеквэк И Забрал Банк 4-3 4-3 На 2,5 Оппад Рейс Защитили На флопе Стоит Стоит Фолда И обязательно нашу руку потому что 3 бета такого товарища это это очень плохо для нас я скажу больше я бы даже до пера смело фолдил на такой рейс так как реально не ожидаю там ничего хуже сыта двоек третий стол защитили к 9 попали в топ пару колем флоу дальше уже смотрим повыше чекарте так как оппонент опять же тот же самый не самый агрессивный поэтому с ним стоит играть аккуратно он чекнул диапазон у него обычно здесь будет очень слабый фолды у него после чека 70 процентов поэтому стоит ставить так как у нас рука довольно уязвима но при этом не использовать очень крупный сайзинг но так как вышла тройка по тройке у него поехали гетшоты через айксов который будет всегда чекать и именно в эту карту мы вполне можем рассмотреть вариант с крупной ставкой но выйдя какая-нибудь карта типа восьмерки я бы использовал сайзинг тут мелкий 9-6 на 2бб вполне можем задефать против слабого игрока на топе без попадания вполне можем сдаться восьмерки на баттоне планируем трибатить против утг также можно рассмотреть вариант с колд колом так как на большом блайнде сидит хороший игрок оба варианта здесь годятся на втором столе мы зашли колом под open рейс и под фиша еще на блайнд их слева попали в сет в такую доску на которой есть дрова на которой принципе не капнутые фиши на ту пару обязательно стоит играть донг причем сайзингом крупным восьмерки на первом столе это придумал холодный улиц да и то на мелкую ставку ну что на крупную думаю сразу может сдаваться потому что такой товарищ не наберет достаточно блефа таком сайзинге даже если они там и будут это обычно будут какие-то фэдэшки которые предложат бар или терн и мы в любом случае пойдем вот получили крупную ставку и на крупную против такого пассивного стоит сразу фолдить на втором столе поставили вышла очень плохая карта так как закрыла фиша 16 комп каже но в то же время у него хватает дама x рук 10x рук также у него за того чтобы был панрайзером есть тузы короли поэтому у нас тут без вариантов продолжения получили кол кол это в целом хорошо так как это частично капает его на нации в данном случае ривером еще одна плохая карта откровенно говоря теперь у него доехали еще и 7 8 которые будут по такой линии всегда не факт что все разномастные там будут но в то же время при спаре 1 считывая что он просто ходил терн учитывая что у нас есть чего добрать с его дамой x рук с его иногда 10x рук оверпар мы обязаны пушить этот ривер также не стоит забывать что у оппонента могут быть даже какие-нибудь туздамы которые он ходил на флопе имея оверкарты поэтому здесь у нас пуш однозначно получили snap call и увидели стрит на первом защистили дому 6 попали в middle пару оппонент агрессивный в таком случае стоит флоп просто чекбэкать так как мы не хотим тут нарываться на какие-то чекрейсы попадать в сложную ситуацию в другом банке просто чекбэкаем под контролем с планом вскрывать по благоприятным картам терн с того чека мы тоже обязательно чекаем на четвертом столе мы защитили туз 4 против баттона флоп сыграли чек-чек борт плохой у оппонента немало будет рук в чеке которые будут коллить дальше да и в целом его флоп терна после чека всего 40% на таком бороде я думаю будет еще ниже поэтому стоит просто чекать дальше и сдаваться тройка бланк против такого агрессивного товарища я думаю вот такой бланковой карте после двух чеков это будет легкий колл для нас даже на какую-то крупную ставку потому что по сути часто кроме каких-то 5 иксов через 4-5 или 6-5 я не могу им придумать здесь какую-то сильную руку underbat менее приятная ставка так как он может ставить underbat на более широком диапазоне какими-нибудь словами даже 7-8 4-8 и так далее но тем не менее учитывая что оппонент довольно таки активен против такого такое вскрывать скорее нужно чем нет ну то есть он бет умножит четверку посчитав видимо что у него хватает текати на value bet значит зачем ее ставить тут непонятно на третьем столе защитили даму 8 оппонент чекнул на низком борде в таком низком борде я думаю стоит обязательно ставить во первых потому что у него довольно таки слабый чек 75 процентами слабых рук в целом чекфолд у него 43 процента на низком борде это значение будет еще выше плюс бетом со своей рукой мы можем добиваться выбивания доминирующих рук поэтому стоит ставить флоп и часто продолжать ставить термин сайдинг в таком случае обычно используется маленький вот король карта плохая карта как раз таки неплохо будет подходить ему так как у него в такой линии обычно будут все туз короли все король дамы возможно король валет король 10 вполне так как мы свои аиксы на таком борде должны чекать и он в таком случае бьет все наши блефы вот король карта которую стоит притормозить 4 стол у нас король 10 мы сыграли кол на баттоне под фиша на сб он выкинул зашел какой-то слабый игрок на флопе на стоп пара он играет думаю флоп колем и всегда особенно против агрессивного игрока рейзи тут не стоит он ставит здесь пол пота и для нас это должен быть легкий код так как в целом линия чекол чек-чек бет не очень слабая будет у игроков на микролимитах вдобавок если вышли подходящие для него карты то она будет еще сильнее поэтому ничего не выдумываем просто задаем вышла дама то есть он сыграл донг флопа вдвоих в таком борде и на терне вышла дама в целом в целом я не вижу у него в диапазоне блефов кроме разве что 8-7 и так как это игрок не самый лузовый имея фп всего 29 это скорее всего будут только одномастные руки 8-7 в таком случае на терне в даму вполне можно рассмотреть вариант с тем чтобы сдаться так как блефа реально сложные будут придумать и рук младших которые будут так баррелить то есть колл можно конечно натянуть иметь там пару плюс гадшот но дама такая карта которая многие его пустые руки закрывают либо в стрит либо в топ пару поэтому вполне можно и сдаться на втором столе нажал колл с гайпером под фиша на баттоне на флопе попали в пару то есть по бланкам я бы вскрывал его точно так как этот оппонент довольно таки агрессивно играет король карты не самая приятная но в то же время оппонент как я уже сказал очень агрессивен способен творить всякие глупости то есть против такого в плохую карту я думаю можно кальнуть еще одну так как во-первых у него могут быть вполне рандомные треш руки во-вторых у него все еще остаются в диапазоне какие-то флэсдро или нижние гэдшоты поэтому колл терна тут пролезает но я нажал пас возможно посчитал что король слишком хорошая для него карта не согласен с этим полностью но что есть то есть так на втором столе у нас король даму мы без позиции здесь хайдска и против нас очень лузовый оппонент здесь с король дамы есть несколько вариантов развития событий можно сыграть мелко флоп крупный терн так как у нас есть две оверкарты у оппонента очень широкий диапазон он будет широко тащить флоп и много фолда терн у нас всегда будет 6 аутов либо можно поставить одну крупную чтобы сразу максимизирует свой фолдайк идти либо можем вообще даже сыграть тут чек пас в принципе любой из этих вариантов будет тут работать на третьем столе открыли даму валет сутг поставили в туз 8.5 мелкий комбет он нажал кол в целом в целом наша рука даму валет будет хороша для баррелинга туз хай текстуру в этих позициях так как у оппонента будут все туз дамы все туз валеты диапазоне кола и выходит что мы блочим его лучшие трипсы в данном случае поэтому здесь мне нравится сыграть 3 бета особенного оппонента с выигрышем на шоудауне 57 на втором доехали в топпару на третьем столе я решил не баррелить не знаю почему сейчас это решение выглядит странным не баррелить с лучшими блокерами но на втором столе я в топпару топпару уже как бы продолжаем выливать дверменную доску крупными сайдингами валя 10 против опенрейза с mp мы вполне можем рыть особенно против агрессивного игрока с которым будет не самый приятный постплоп если же мы видим что мы способны без труда переиграть оппонента на постплопе то можем позволить им делать какие-то пограничные или колы за ринжом тус 3 бетинку тус 3 бетинку 5-4 с мп 5-4 смп рука довольно пограничная можно открыть можно выкинуть фолд даже я бы сказал чуть ближе плюс у нас в позиции на бата не сидит агрессивный фиш с фолдами на конбет хлопа 10 и рейзом 17 в таком случае это уже железный фолл на втором столе река завелировать фиша мы хотим играть этим фишом поэтому просто заходим под него колом с коже на таком флопе скролли хай можно рассмотреть как кол так и фолл то есть важный момент для того чтобы играть дисколл мы должны быть уверены что оппонент не будет в такую доску проставлять какие-то аиксы типа там условно тус 8 если он будет эти руки сюда баррелись то наш блоккетчинг уже будет не самым лучшим и в таком случае можно подумать и над фолдом я считал что против агрессивного игрока как раз таки этот колл будет на самом лучшем тут у нас тускоролем опенрейс от фиша колд колл от рега и сквиз от другого рега то есть мертвых денег в банке уже 19 с половиной бб и у нас тускороль то есть у нас у нас у нас особо нету маневренности для того чтобы играть здесь какие-то 4 бет рейз наши рукой так как 4 бет колл вообще не используется только за редкими исключениями поэтому единственный вариант для нас здесь это сыграть просто пуш важно смотреть здесь на сквиз 3 бетера будет ли там хватать у нас суммарно fold equity в данном случае это 5% и против 5% решение смотрится довольно-таки граничным так как 5 будет иметь процентов ну 40 может быть в fold equity ну то есть в целом не очень много но так как у нас еще в банке остаются 2 фиша которые могут принимать наши пуши довольно таки широко особенно товарищ с пипом 72 то в целом это может нивелировать возможные минусовые пуши чисто с этим регуляром поэтому пуш здесь считаю правильным решением поехали на дележку открыли пятерки на фопе ничего не имеем оппонент агрессивный не вполняющий просто грань чехол 6-2 против сб можем защищать можем не защищать рука смотрится в целом погранично в этих позициях но если в себе уверены то почему бы и нет третий стол открыли семерки в сухую тус хай доску не представлять широко и естественно мелким сайдингом пустыри защитили на четвертом столе они ставят одну пятую то есть дефолт я бы всегда дискрейзил особенно на такой сайдинг но конкретно против этого игрока можно рассмотреть вариант кола так как обычно он может после такого сайдинга на такую доску нередко решить продавливать нас дальше в то же время если он ставит какие-нибудь условно восьмерки то в любом случае он на наш рейс будет отваливаться поэтому особенно еще учитывая что у нас красный туз мне такой сайдинг очень нравится именно и именно против этого товарища ну дальше естественно если мы сразу увели сильную руку диапазон чека то продавим чека дальше а по чеку терна я бы чекал дальше на ривере в том числе так как обычно по такой линии у него ничего не будет и забирать нам практически нечего здесь за исключением небольшого количества слабых тузов поэтому чекаем и даем ему себя проявить но я решил поставить однако это решение не совсем ясно так как у него по такой линии бета 1 5 чек очень мало рук которые будут коллировать ривер то есть обычно это какие-нибудь доезды в к9 и слабые тузы и против агрессивного мне больше нравится сыграть здесь как раз таки именно чек колл ну бет шестерки это креативный колл возможно он посчитал что что когда мы колем одну пятую то на ривере у нас будет слишком много блефа и он может позволить себе отбивать шестерки но это колл немного за гранью даже без красной карты это очень странно очень странно так ну думаю будем уже закругляться хочу сказать что пишите в комментариях какой формат вам нравится больше с лайв сессиями или записанными или может быть какой то еще вариант который хотелось бы вам увидеть всем спасибо за внимание чтобы не пропускать новые видео подписывайтесь на канал Пекарь Стас оставляйте свои комментарии ставьте лайки и всем пока пока пока